В чем вопрос? Где вы присоединились? Я присоединился в Вашингтоне, но я не думаю, что это нужно превращать в то, как я присоединился к движению Харе Кришна. А что побудило вас приехать во Вриндаун? Одна из причин, побудившая меня приехать во Вриндаун, это откровенное разочарование по поводу того, что происходит в остальном движении. Что я могу сказать? Я не думаю, что мы должны в детали вдаваться по этому поводу. Я думаю, что достаточно преданных имеют достаточный опыт, полученный за время после ухода Шелла Прабхады, чтобы понять немного то, что я имею в виду. Но я подумал, что, по крайней мере, Вриндаван, являясь домом, а я той незначительной букашкой, что если я смогу какой-то вклад внести, оказать какую-то скромную помощь, чтобы помочь ситуации, то, по крайней мере, я могу постараться петь Харе Кришна во Вриндаване. И, уважая утверждение Шелла Прабхады, по крайней мере, одну лекцию, которую он прочитал во Вриндаване, я помню, он упоминает, что любое преданное служение, совершенное здесь, во Вриндаване, приносит в тысячу раз больше блага, чем то же преданное служение, совершенное где-либо еще в мире. Я подумал, даже если это просто ради моего блага, я принесу, по крайней мере, себе в тысячу раз больше добра, если я буду эгоистичен в отношении своего преданного служения во Вриндаване, чем если я буду эгоистичен в отношении своего преданного служения где-либо еще в мире. Но любое, кто приходит в это движение, практически получает представление от Шеллы Прабхады, что мы не должны быть эгоистичны в нашем преданном служении, мы должны стараться нести добро другим. Как Прабхада говорит в Читане Чаритамвите, что выше, чем жизнь во Вриндаване ради собственного блага, это покидать Вриндаван ради блага других. Но если вы примете это утверждение, что преданное служение совершенного Вриндаване в тысячу раз приносит больше блага, если принять в расчет также и то, что нахождение во Вриндаване на благо других также в тысячу раз больше принесет благо другим, чем если вы пытаетесь действовать на благо других где-либо еще в мире. Так что это тоже то, что можно принять во внимание теми людьми, которые хотят принести благо другим, применяя ленивый разум. Ленивый разум означает, что с меньшими усилиями, без необходимости вращать колесами, так сказать, вы можете достичь большего, по крайней мере, вы можете достичь большего для людей, которые с вами соприкасаются. Не могли бы вы немного рассказать, что вы делаете во Вриндаване, какое служение? Ну, лично я, похоже, я мало что вообще делаю в эти дни, Но в Падмакуране говорится, что каждый, кто способствует, кто несет идею или способствует усвоению этой идеи, или если кто-то вдохновляет кого-то следовать этой идее, он получает одну шестую благо от тех достижений, которые человек обретает вследуя этой идее. Иными словами, если если я советую кому-то, почему бы тебе не распространять какие-то книги во Вриндаване, потому что если ты распространяешь книги во Вриндаване или в Майяпуре, поскольку Майяпур и Вриндаван на одном и том же уровне, если ты распространяешь книги во Вриндаване, то тот, кто распространяет книгу, он получает благо распространения тысячи книг. А тот, кто получает книгу, если говорить о благе другим, тот, кто получает книгу, он получает благо, получив тысячу книг. Иными словами, он получил книгу тысячу раз. Вот столько блага переходит на трансцендентный банковский счет человека. То есть, если я советую кому-то, почему бы тебе не распространять книги во Вриндаване, если кто-то всерьез это воспринимает, понимая величие, важность моей идеи, то я получаю благо, то есть я получаю одну шестую часть результата. Это идет на мой трансцендентный счет. Так что, если я рекомендую кому-то, почему бы тебе не петь Харе Кришна, почему бы тебе не участвовать в круглосуточном киртане, за который я, ну, вроде как, отвечаю здесь во Вриндаване. И если я способствую каким-то образом, вдохновляю людей, посвящать себя чистой духовной югадхарма на Масан Киртане, если они, по крайней мере, если они следуют этому пути чистых принципов преданности, то хотя я, возможно, не совершаю столько киртана, как это раньше было, потому что я раньше часами, часами пел киртаны, а сейчас, если я, мне повезет, если я хотя бы час это делаю, но тем не менее, те, кто принимают мою рекомендацию, естественным образом, автоматически, даже не зная этого, они делятся одной шестой тех благ, которые они получают от преданного служения, совершенного в Дхаме, со мной. И это относится к каждому. В Дхаме вы или вне Дхамы, если вы рекомендуете кому-то, если вы как-то помогаете кому-то, если вы вдохновляете кого-то, следовать определенной идее, то столько блага вы получаете, и мы можем всегда посоветовать им, чтобы они советовали ту же идею другим, и это как пирамида, когда вы получаете благо от того, что советуете другим, и получаете благо от того, что другие советуют другим. Таким образом продолжается парампара. Я смотрел, как вы поете вечером, и похоже, что вы окружены людьми, которым нравится петь. Вы вдохновляете этих людей петь. Я думаю, что это удивительно. Как долго вы совершаете этот круглосуточный киртан? Двадцатый год. Двадцатый год. Да, я здесь уже более двадцати лет. То есть вы хотите сказать, что с утра до следующего утра вы поете без остановки каждый день? Вау. Ну, как можно меньше пауз мы стараемся допускать. Но общий принцип такой, что постоянное пение было. Шилпур подсказал, в атмосфере, где поющая группа была до этого, или через которую прошла поющая группа, эта атмосфера, она духовно очищается, даже если это намабаз, потому что есть три ступени повторения Святого Имени. есть оскорбительная ступень, есть ступень повторения подобия Святого Имени. Есть чистая ступень, когда человек повторяет чистое имя. это не отлично от самого Кришны. Даже если человек еще не пришел на уровень повторения чистого имени, произнесения чистого имени, его произнесение Нама Бхасы может помочь очистить людей от материальной скверны и помочь им вынудить их стать благочестивыми, когда они входят в ту атмосферу, где было пение до этого. Они вынуждены становиться благочестивыми. Что уж говорить об атмосфере, где это пение беспрестанно. И что говорить об атмосфере, когда человек соприкасается с этой атмосферой и получает благо в тысячу раз больше, благо от соприкосновения с атмосферой, где произнесение Святого Имени беспрестанно. Идея в том, чтобы принести благо другим, не только тем, кто соприкасается прямо сейчас пением, но всему движению. Говорят, что если вы просто повторяете Святое Имя, и вы не приносите благо другим, это заблуждение. Просто повторяя Святое Имя, если человек повторяет Святое Имя, то сколько больше блага это приносит, потому что Чистое Имя включает в себя антаранга-шакти и духовные энергии Кришны, потому что Чистое Имя, оно имеет вот такой вес влияния, потому что Чистое Имя это Кришна. Когда человек произносит Чистое Имя, он не Чистое Имя повторяет как таковое, а скорее Чистое Имя танцует на Его языке, оно использует Его язык как инструмент для того, чтобы Божественный Звук, Шабда, Браман, Духовный Звук не зашел в эту атмосферу. И когда человек повторяет Чистое Имя, то Кришна нисходит в эту атмосферу, и это естественным образом влияет на сердца людей, которые слышат этот звук. Его Самуло не слышат во всей чистоте и форме трансцендентного имени. Нельзя недооценивать эффективность или практичность даже просто если человек сидит в одном месте и никуда не ездит, он сидит в одном месте и просто поет Святое Чистое Имя произнеся Шуданааму. Потому что даже Прабхупада упоминает это в одном месте, я помню. В одной транскрипции беседы он упоминает что считается, что любой звук облетает семь раз вокруг планеты, прежде чем исчезнет. Если человек произносит чистое имя и этот звук обращается вокруг планеты семь раз, прежде чем исчезнет, и если это имя постоянно произносится человеком, который сидит в одном месте, никуда не ездит, сколько блага сколько блага это принесет не только людям, но если мы примем внимание Гоштхи, Гоштхи очень часто говорят о Гоштхи о Нанде, о том, что они проповедуют сознание Кришны, чтобы возвышать семью преданных, чтобы приводить больше людей и живых существ к чистому преданному служению. Если мы рассуждаем с позиции лишь только людей, то это относительно узкая концепция. того, что имеется в виду под словом Гоштхи, Гоштхи также относится к другим душам, которые заключены в других телах. Сколько микробов вы найдете в одном кубическом сантиметре воздуха? Миллионы микробов в одном кубическом сантиметре воздуха? Сколько маленьких насекомых вокруг? Сколько маленьких грызунов, маленьких ящериц, кем бы они ни были, растений? Где бы ни находились эти живые существа, сколько блага они получают, если кто-то произносит чистое имя? Что же говорить об этих живых существах? Вся планета получает благо от того, кто повторяет чистое имя иными словами под влиянием одного чистого преданного на этой планете. А есть много чистых преданных. Некоторые чистые преданные находятся в одном месте, некоторые чистые преданные путешествуют по всему миру. Но в любом случае находится ли человек в одном месте, или он путешествует по всему миру, если он произносит чистое имя Шудга-нам, то он совершает в тысячи миллионов раз больше, чем тот, кто лишь произносит намабас, не говоря уж об аппарадганаме. Поет ли он в одном месте или путешествует по всему миру, устраивая шоу, что он гост-янанди-проповедник, недостаточно просто двигаться и путешествовать, заявляя, что вы гост-янанди-проповедник, евангелический ангел, который приносит благо другим. Нужно смотреть в нашем, а в нашей совести, заглянуть в свою совесть и посмотреть, повторяем ли мы действительно на уровне Шудга-намы. Если мы не находимся на уровне повторения Шудга-намы, если мы можем признать, что мы на чистительном уровне или на оскорбительном уровне воспевания находимся, из-за того, что у нас еще сохраняются материальные привязанности, хотя мы поняли, что стоит наставление, это оскорбление к Святому имени, или мы совершаем греховную деятельность, опираясь на силу Святого имени, или гуру Аваги, не повинуясь указанию гуру. Есть много способов. Если мы признаем, что мы на этом уровне, то сколько блага мы приносим на самом деле каждому, тратя тысячи и миллионы даже долларов, путешествуя по всему миру снова и снова, якобы совершая наше служение организации. А люди вообще получают благо, когда они слышат такое воспевание? Согласно Джагадананде пандиту в Прима Виварте он говорит, даже если человек оскорбитель, но если он знает, услышав в Гуру Парампаре, если он признает, что Кришна Верховная Личность Бога, и хотя он не повторяет чистого имени, но если он признает в принципе, что чистое имя неотлично от Нами, Кришной, хотя он еще не поднялся на этот уровень, хотя он еще оскорбитель, он говорит, что его повторение постепенно, тем не менее, постепенно, как постепенно, кто знает, но постепенно его воспевание очистит его от его материальной скверны, постепенно. Но это не означает, что он будет способен или квалифицирован, что у него есть адхикара, действительно распространять прему, а это истинная цель этого движения. Это движение должно быть продолжением усилий панчататвы разломать кладовые любви к Богу и распространить их содержимое по всему миру. Так что, если мы это не делаем, поскольку мы еще на низком уровне духовной жизни, то, возможно, мы не должны быть такими хвостливыми по поводу нашего проповеднического вклада, который мы якобы вносим в это движение сознания Кришны. Я хотел бы спросить, почему такой приятный аромат в комнате? Не могли бы вы рассказать об этом? И каким образом вы украсили так свою комнату? Вы снимали комнату? Возможно, вы должны это сделать. На самом деле, если быть честным с вами, в детстве я вырос в деревне. я больше деревенский такой фольклорный человек, нежели городской. Хотя я провел много лет, нарушая свой обет, который я дал в детстве. Когда я увидел фотографии Нью-Йорка и особенно района Нью-Джерси, где очень много загрязнений, все эти заводы, это очень похоже на ад. Я дал обет, что никогда не поеду в Нью-Йорк. Но когда я присоединился к движению сознания Кришны, я нарушил свой обет. Ради того, чтобы помогать Шиле Павпаде проповедовать и распространять книги. Я провел очень много времени в Нью-Йорке. Но в действительности я приехал во Вриндаван с надеждой получить возможность возродить мое сознание деревенской жизни. Но я застрял в этом бетонном здании. Я не был очень счастлив в просто жизни в бетонном здании. Я поэтому решил сделать его более похожим на деревенскую жизнь, чтобы успокоить свое сердце, привнести немножко больше на стороне Враджа, украшая стены коровьим навозом и глиной. Это смесь коровьим навозом и глиной. Вы все сами сделали, да. Это было весело. На все ушло пару месяцев. Один жаркий сезон, пока все уехали из Вриндавана, чтобы отправиться в Гималайи, чтобы там остудиться. Я остался во Вриндаване и сделал все это. Не могли бы вы рассказать про то, что в середине вашей комнаты кусок дерева? Дерево? Это дерево, хотя оно действует как вешалка для физгармонии. Может быть, я не должен это делать с этим деревом. Но это маленькая ветвь отчасти верхушки дерева тамала, большого дерева тамала, которое было во дворе, под которым сидел шилопраупада. Мы держали зонтик над его головой, чтобы птицы, которые сидели на этом дереве тамала, не испражнялись ему на голову. Разные другие кусочки дерева у вас в комнате из разных священных мест. Вот здесь за мной это мои три данды. Некоторые люди принимают три данды саньясу, а я принял три дерева данды саньясу, от английского три. Это разные лианы из разных уголков Бриндауна. Это из ванши вата тамала. Это дерево вата где Кришна стоял и играл на флейте, чтобы звать гопи на махарасу. То есть, когда вы путешествуете по местам паломничества, берете некоторые из этих артефактов. Да, потому что сказано, и каждый день я поклоняюсь им. Каждый день я омываю стопы этого дерева водой. я предлагаю воду к дереву, потому что говорится в одном месте во Вриндаван Махимамрите, что поклоняюсь деревьям Вриндавана. Эти деревья отдают благословение преданному вечно жить во Вриндаване. Конечно, Туласи лучший из всех деревьев. Почему вы решили использовать коровий навоз? Коровий навоз чист, согласно Шастре. Он чист. Говорится, что Лакшми живет в коровьем навозе. Конечно, нам не нужно ничего от Лакшми, потому что мы преданные Радхаране. Нам не нужно ничего от нее. Но, тем не менее, коровий навоз это богатство. Люди, которые чувствуют запах этого навоза, они так не думают. Нет, коровий навоз также свежий, это антисептик, согласно Шастре, и научным доказательствам коровий навоз антисептичен и чист. Конечно, пол каждый день нужно вымазывать коровым навозом, но то, что вы на самом деле увидите на стенах повсюду, здесь, это было так по меньшей мере 15 лет уже. то есть, если это не мочить водой, это остается целым, то есть, он очень-очень сухой. Это шкафчик антрисовий, да, это уже позднее появилось. Когда в вашей комнате оказывается, это как в другом миру. Я никогда в такой комнате не был. Это как в другую атмосферу попасть. Но одно наверняка, если вы увидите столько шелограмм шило в одном месте, здесь больше 1200 шелограммов. Немного, расскажите, расскажите еще о божествах. Какие божества первыми пришли? Я помню ваши маленькие голога-дхамы. Это другой мир, это голога-дхама. Это духовный мир. Это ваши основные божества? Это маленькие... Первые мои божества были маленькими голога-дхамы. Я очень хотел личных божеств. Я помню, я был в группе Радха-дамодара тогда. Я чувствовал подавленным себя всякий раз, когда мои лидеры, руководители того времени, запирали меня от одних божеств в одном автобусе к другому автобусу с другими божествами. Маленькие божества, они с автобусом? Нет. Мои первые божества... Я пытался объяснить, что я был подавленным, потому что, как только я привязывался к одним божествам, к поклонению одним божествам, меня оторвали от этих божеств, и ставили к другим божествам, потом оторвали от тех, и ставили к другим, и я не мог уже это терпеть. И соломинка, которая переломила хребет верблюду, так сказать, это когда меня распределили на микроавтобус вдали от автобусов на два-три месяца, и у меня не было общения с божествами, а я очень зависел от общения с Кришной в форме этого божества. И в тот момент у меня очень сильное желание возникло в сердце запустить своих божеств. И сначала руководители группы Санкиртана и Радхадамадара не поддерживали эту идею, потому что они предпочитали, чтобы я заботился о божествах, которые уже установлены Шилой Прабхупадой, и они послали меня в Балтимор, и я заботился о Нитай-Гаура-Сундере в Балтиморе. Но затем меня оторвали от тех божеств тоже, но, к счастью, за неделю до этого, как меня оторвали от тех божеств, один пожизненный член пришел ко мне и сказал мне, что его гурукуленок, у него был мальчик в гурукуле, он не мог уже больше заботиться об этих божествах Гурунитай, и не мог бы я их принять. Это эти маленькие божества Гурунитай, которые сзади там. Это две изначальные куколки Харе Кришна, по поводу которых Шилой Прабхупаду давал наставления, он просил прятных делать эти куклы. А позднее это божество Джанавамата, оно уже позднее появилось. Оно в середине. Джанавамата является пратишта-ачарей нашей Дикша-сампродаи. Также Прабхупада и Бхакти-сидханта. Тут справа. Это мое первое божество Говардхан, которое я получил в 86 году. в 86 я получил Гопи-джанавалабху. И затем Радхарани. Нет, вы говорите о божествах. Это Аштасакхи. Первый была Гопи-джанавалабха, а затем мой маленький Виджайгайпала, это Говардхана Шила. Его мне отдал Бхагри Блина Говида Махарадж. И затем Радхарани. На Асане это Радхарани. затем ее младшая сестра Анангка Манджари. Я вижу только двое божеств на Асане. Нужно вправо отодвинуться. Там четверо на самом деле. Просто за гильляндой не видно. Радхарани и ее младшая сестра Анангка Манджари. Затем ниже Асаны вы увидите Аштасакхи. То есть слева направо это Лалитта, Вишакха, Читра, Индулекха, Чампакалата, Тунгавидья, Рангадеви и Судеви. Как в Майяпуре. По-другому они расположены. Я делаю это согласно Арча Смарна Падати Дьяна Чандры Госвами. А сейчас налево расскажите, что там. Это божество было дано мне одним Бабаджи Махараджам. Это также Говардхан. Я поклоняюсь ему как Гопалу, поскольку Шила Папада ивелся ко мне во сне и сказал мне, что я должен поклоняться Кришне как Гопалу. Я поклоняюсь этому Гопалу. Я называю его Гиридхари Гопал Шям. Его имя Шям Гопал. А за ним, хотя без украшений, там еще одна Говардхана Шила, которой я поклоняюсь как Балараму. А все эти Шилограммы это более новые уже. А есть любимые? Они еще не переместились на поднос. Вам они достались после Бхакти Саната Махараджа? Да. Недавно. Индар Дюмна Махарадж дал мне перед тем, как я уехал в Мэйпур. А сколько вам требуется, чтобы поклоняться им? Включая приготовление пищи примерно 4-4,5 часа. Вы поклоняетесь всем своим божествам каждый день? Да. Вы знаете, сколько у вас этих Шилограмм? Нет, я точно не знаю, но больше 1200. А не могли бы вы показать нам руку Кришны? Это поразительное Шилограмм. Вот это рука Кришны, вы можете видеть. вот это основание пальца, большого пальца руки, эта часть, это ладонь, и пальцы, и большой палец. И рука Кришны, она немножко красноватого цвета. Если вы знаете что-то о отношениях Кришны с Гопи, то вы понимаете, поскольку он поместил свою руку на грудь Шримати Радхарани, а ее грудь покрыта кунг-кумом. Вот этот красноватый оттенок кунг-кума он перенесся на его руку. В книге Кришны Шилаппады говорит, что рука Кришны в сочетании с грудью Гопи очень благоприятна. Что? Какое подношение вы им делаете? Каждый день я все массажирую маслом. Каждого из них маслом, каждого в отдельности? Да, каждого. На каждого я наношу масло, на каждого. И затем я омываю свою праданную шилу, наряду с несколькими шелограммами, основными своими, моими, любимыми в каком-то смысле, шилами. И затем я беру такую брызгалку, и я наливаю воду из, тулусь и воду из раковины в эту брызгалку. Я не хочу прямо демонстрировать вам. Вы можете на эту сторону продемонстрировать. видите, льется, прызгает. Я опрыскиваю их, чтобы каждый шелограмм получил как минимум три капли воды, потому что, согласно Харри Бактивиласе, три капли воды составляют омовение для шелограмм. Поэтому минимум три капли воды необходимы. И после... Конечно, они всегда получают больше, чем три, потому что я фактически опрыскиваю их. Затем я все их высушиваю, вытираю. И затем я беру чандан, тулусь и чандан, поскольку описывается в Тулусе Махатме в Падмопуране, что если вы предлагаете тулусь и чандан, или пасту тулусь, то есть пасту, которая получена от измельчения три веси на тулусе, вы всегда будете оставаться с Кришной, и Кришна никогда вас не покинет. Я всегда боюсь, что Кришна меня оставит, потому что я такой падший. Есть все причины, поверьте. Можно ли как-то определить шелограммы, как-то отделить их от... отличить их от обычного камня? Как вы можете определить, что это шелограммы? Дело в том, что вы, в общем-то, должны знать, откуда они взялись. Потому что, согласно Падмопуране, каждый камень в реке Калигандаки — это шелограммы. Да, река Калигандаки — это в Непале. Сейчас это Непал, раньше это было частью Индии, это в Гималаях. Там хребет Анупурна, горный хребет. Я не всех привез, большинство из них пришло ко мне. На самом деле, изначальный ледник Даматар-Кунда, он сейчас политически в Китае находится. То есть, это очень далеко? Не так уж и далеко. Не так далеко, как Америка. Вы там были? Да, я однажды туда ездил. Я не собрал там так много, может быть, где-то 30 шил я привез. Затем, когда мне пришлось оставить Индию, чтобы получить новую визу, я отправился в Непал. Я отправился на шелограммы Сан-Киртун со своим фартуком для сбора подаяний. Конечно, во многих местах они продают шелограммы, а это совершенно противоречит предписаниям шастера. Я пошел с тканью для сбора пожертвований. Я просил пожертвовать мне шелограммы у разных продавцов шелограммы, и я собрал где-то 85. Большинство этих шелограмм здесь я собрал тогда. Это мой первый поднос заполнился от моей экскурсии по сбору шелограммов в Непале. И затем очень многие просто пришли. С годами они просто приходили ко мне. Я больше не ездил в Непал. Вы обрели какие-то блага от поклонения? Поклонение о шелограмме. Во-первых, упоминается, что человек освобождается от всех оскорблений, совершенных при поклонении божествам. Если вы совершаете какую-то севоаппаратху в поклонении божествам в храме, то поклоняясь шелограмме, человек освобождается от всех этих севоаппаратх. Кроме того, Санатана Гасвами, он говорит, что хотя любому божеству, любому божеству, вишну татву, можно поклоняться в любой шелограмме, независимо от того, как оно внешне выглядит, чакры и еще как-то, тем не менее, чистый, преданный Кришна будет видеть в шелограмме только Иштадевату, Враджандранандана, Кришна, в любой шелограмме. А почему четкий? Это тулуси. Потому что шелограмме нравятся тулуси. Поскольку, особенно зимой, я не могу найти достаточно тулуси, чтобы всем предложить тулуси, поэтому обычно... Потому что в Харибахте Власе говорится, что если вы не можете предлагать свежие тулуси, вы можете предлагать тулуси, которая была предложена на кону, в предыдущий день, и помыть ее и снова предложить. Если у вас нет этой возможности, вы можете предлагать сухие листья тулуси. Если у вас нет этой возможности, то вы можете просто касаться палочкой тулуси. Вам нужно предлагать много бога, много пищи? Нет. Все, что я предлагаю своему Гирираджу, а где, куда вы это ставите? Тут нет места. Обычно я перед Гирираджем ставлю. Перед Кауронитай, перед моим Гопиджанавалабай. Они могли бы вы рассказать нам о своих больших Горнитай, которые у вас здесь стоят, и сколько они у вас уже, и при каких обстоятельствах они пришли, и о ваших отношениях с ними. Поскольку мы знаем, что вы с большим почтением к ним относитесь. Что я могу сказать? Они жизнь круглосуточного Киртона. Это связано как-то с 24-часовым Киртоном, но поскольку я отвечаю за этот Киртон, а они жизнь моей жизни. Не могли бы кратко рассказать нам историю, как они изначально были на автобусе в Риндаванской Сан-Киртоне, а как я украл их из этого автобуса? Ну, как с ними плохо обращались? Вы сказали, что вы... Ваша кража может считаться спасением, на самом деле? Они были сзади автобуса Сан-Киртона. И, к сожалению, однажды ночью, когда автобус Сан-Киртона возвращался во Риндаван, который... Его вел неопытный водитель, западный преданный, который никогда не водил в Индии раньше. Как иногда это происходит на индийских дорогах, один из больших грузовиков, который вез из одного штата груз к другой, он выехал на середину дороги, остановился без света, без фар, без предупредительных огней, и водитель лежал под этим грузовиком, пытаясь там ось отремонтировать, потому что... Этот грузовик просто застрял посреди дороги. И водитель был удивлен, и, конечно, этот наш водитель, он не смог избежать аварии, и он врезался прямо в зад этому грузовику, он стоял ближе к обочине, и автобус ударил в зад грузовику, сбил его, и этот грузовик упал на водителя и убил его. И, конечно, у автобуса сорвала часть борта, но божества не были повреждены. Но, к сожалению, этот автобус бросили без присмотра, по меньшей мере на неделю, никто не заботился о божествах посреди лета. Было очень жарко, пыльно. Когда автобус наконец-то вернули во Вриндаван, я просто быстро спустился и раскрутил, поскольку подставка божеств, она сделана была так, чтобы вмещаться в такой держатель в автобусе, прикрученный, и я открутил его и просто отнес их в свою комнату, не вдаваясь ни в какие дискуссии. Я умолял их, чтобы они остались со мной и никогда меня не покидали, и не возвращались больше на автобус. Они отремонтировали автобус, и позднее, когда автобус снова вышел на дорогу, водитель, к сожалению, опять попал в аварию и перевернулся несколько раз, упал с обрыва и полностью уничтожил автобус. Я чувствовал великое счастье, что я забрал этих божеств с автобуса, потому что если бы божества были в автобусе, и который кувыркался, они бы не выжили просто. В заключении, Аиндрапур, я хотел бы вас очень поблагодарить за то, что вы провели с вами удивительное время. Многие люди увидят этот фильм. Я хочу попросить вас об одном. мы знали по Нью-Йорку 20 лет назад. Вы слышали там Харинаму на автобусе, вы всегда были за Харинаму, вы украшали автобус Харинаму. Я всегда видел, как вы украшаете ваш автобус, вы были в своем мире, и затем вы просто исчезли, вы были во Вриндаване, вы никогда не покидали Вриндавану больше. Похоже, что у вас такая привязанность к Вриндавану. Я не вижу никаких материальных вещей в вашей комнате. Вы совершенно счастливый человек. Люди там увидят это. Пожалуйста, объясните мне, почему вы так привязаны к этому месту Вриндавану. Когда вы живете во Вриндаване под руководством авторитетного духовного учителя, вы обретаете опыт с духовного уровня. И, возможно, материалист не сможет это заметить. Вследствие того факта, что я обрел очень глубокий и серьезный опыт в развитии своего сознания Кришны, проживая во Вриндаванадхаме, и благодаря тому факту, что у меня есть вера в слова своего духовного учителя, который велел, а который давал наставление о величии благо проживания во Вриндаване, что я лично чувствую и ощущаю в своей жизни. И вследствие того факта, что я вижу, что мой первый долг по отношению по отношению к миссии своего духовного учителя так или иначе вернуть эту душу назад к Богу в этой жизни. я посчитал, что жизнь во Вриндаване это самый легкий и, возможно, самый менее энергозатратный из разумных способов достижения этого ради служения моему гуру. Спасибо вам большое за то, что уделили время. Yeah, okay. Okay, I just need a moment of... He took a whole series of photos of Prawl Puts 55th Street visit July 76th. I just need a moment of silence. Just... One moment of silence here. лучше всего их снимать немного сверху под углом сверху сверху вниз тогда можно видеть их лотосные глаза наиболее выразительно наиболее выразительным образом да я понимаю что вы имеете в виду то что они находятся с вами в этом в этой атмосфере если бы они были где-то на храмовом алтаре они наверное не были бы такими выразительными как здесь они очень сладостные очень красивые как видно здесь у них есть полноразмерные кроватки вы их кладете да они достаточно легкие чтобы это делать 15 лет я это уже делаю то есть этому случаю этой аварии с автобусом уже 15 лет по меньшей мере